Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас желудочные колики. Значит, это не идет как самостоятельное заболевание. Это идет как заболевание всего, либо проявление всего негатива желудочно-кишечного тракта. Потому что колики могут быть как и в желудке, так и в кишечниках. Кишечников очень много. Помните, что весь желудочно-кишечный тракт, в основном, простирается от 7 до 9 метров. Понятно, да? Потому это и есть весь желудочно-кишечный тракт. У любого человека, если вы со мной не согласны, анатомические сайты вам в помощь. Приоткройте, посмотрите. Мы рассматриваем все болезни согласно восточной медицины. И вот частенько в своих лекциях говорю, весь желудочно-кишечный тракт, извините, это состояние наших меридианов. И тройной обогреватель контролирует все меридианы. Чтобы вы это знали. Все внутренние каналы. Что такое внутренний канал? Вот пунктивная линия меридиана тройного обогревателя, которая контролирует грудную, брюшную, мочеполовую систему. Пунктивная линия. Все кишечники, все мочеполовую систему. Я показал один меридиан. Давайте я вам покажу другой меридиан, который контролирует все наши с вами кишечники и брюшную, мочеполовую систему, в которой находятся большие органы желудочно-кишечного тракта. Большинство органов. Пожалуйста. Меридиан перикарда. Сосудистая система. Кто-то скажет, ну ничего себе, как перикард, сосудистая система. А вот, пожалуйста, вот так вот они связаны. В каком состоянии я вот показываю вам два меридиана, которые, я не зря это показал, и которые между собой конфликтуют, чтобы вы знали всегда. Меридиан тройного обогревателя, меридиан перикарда. Они всегда находятся в стадии войны и конфликта. Почему? Потому что меридиан перикарда контролирует физический мир, а меридиан тройного обогревателя тонкий, энергетический. Физика всегда будет подавлять тонкий мир. А еще если человек неверующий, а еще если человек тяжелый, а еще у него тяжелая энергетика, а если он еще не делает ее легкой, понятно, да? Энергия должна быть легкой. Тогда легко она будет течь в наших меридианах. Когда у человека тяжелая энергетика, она будет течь тяжело. В наших меридианах человек будет тяжелым. Вот смотрите, меридиан легких. Что контролирует? Пожалуйста, опять же, желудочно-кишечный тракт, пунктирная линия. В каком состоянии? И таких меридианов мы можем показывать, показывать и показывать. Меридиан толстого кишечника. И того, все 12 меридианов контролируют ЖКТ. Пунктирная линия, пожалуйста, смотрим. И вот вопрос, в каком состоянии? У ребенка. Вот часто дети привозят, у ребенка жалуются на колики в животике. Либо живот постоянно колет, бурлит, либо спазматический характер носит перед теми или иными коликами. Сначала спазмируют, а потом начинают прокалывать весь живот. И не только новое кишечника, пупа, и не только. Что нужно делать? Первое, проведите диагностику 12 меридианов и посмотрите, в каком состоянии все ваши 12 меридианов. И выровняйте хотя бы, ну тут я вам скажу, хотя бы, подгоните все меридианы к норме, хотя бы тройной обогреватель держите в норме. Почему? Потому что он контролирует грудную, брюшную и мочеполовую систему. Все внутренние каналы зависят от работы данного меридиана. Это не орган, это система. Система. Вот система работает нормально, все. Все органы работают отлично. Система не работает нормально. Не работает весь организм. Потому, помните, данная точка B22, Сан-Зя-Ушу, вы можете данную точку использовать как точку скорой помощи. Расслабить данную точку при всех коликах можно? Да. Но злоупотреблять, постоянно, постоянно ослаблять, вы не имеете права, вы должны помочь себе провести диагностику 12 миллионов и восстановить их в норму. Спасибо за внимание. Девушки отдыхают. Продолжение следует...